Да, кстати, не сговариваясь, наши сегодняшние выступающие, первые два, выбрали тему, связанную с фейками и с тем, как с ними бороться. Наверное, действительно, в деятельности научно-популярной и просветительской это один из таких самых вопросов важных. Ну да, мы, получается так, что и Владимир Георгиевич, и я, мы пересекаемся, да, пересекаемся в этом смысле по работе, получается так, у нас есть информация, которая у нас есть по работе, которой мы пользуемся и которой мы как бы используем для популяризации. Это как бы немножечко разные вещи, и нам приходится по каким-то критериям отсеивать некорректную, неправильную информацию, потому что моя основная работа, я научный редактор в медицинском издательстве. И, как вы понимаете, довольно сложно, на самом деле, вот этот огромный поток информации перелопачивать и что-то приличное из него вытаскивать. На самом деле, конечно, об этом нужно рассказывать очень долго, очень долго, действительно, это не просто так, и самому, в общем, это не сразу удалось, я проходил специальные курсы. Спасибо. Как раз дистанционные в свое время, когда они только начинались, сильно давно еще, я не знаю, он сейчас функционирует, нет, проект Курсера был такой, на нем как раз были курсы, посвященные в том числе и медицинской информации. Это важно. Почему? Ну, просто потому, что у нас есть искажающий фактор, причем довольно важный, и выглядит он как средство массовой информации. Так, давайте мы сейчас еще раз посмотрим, что у нас тут. Сейчас, 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 минуточку, еще раз. Вот не хочется он почему-то. Вот. Дело в том, что есть, скажем так, темы, на которые существует запрос со стороны средств массовой информации. Если исследование посвящено кофеину, алкоголю, сексу, котикам, гарантированно будет широкое освещение, если это какая-нибудь гамма-глутамилтранспептидаза, ее влияние, скажем, на какие-то процессы в организме, вот опять же, гарантированно об этом никто ничего не напишет. И получается так, что ученые волей-неволей постепенно начинают подстраиваться под запрос под общественные, посредством массовой информации, под все остальное. И это подтверждается научными исследованиями на эту тему. То есть получается так, что по громким, скажем так, темам, исследования с короткими заголовками, исследования с медийной историей, они лучше всего цитируются. Как вы понимаете, да, наукометрию никто не отменял, спрашивают с ученых за это дело, это влияет на грантовую политику, на все остальное, поэтому они вынуждены в том числе, ну вот такой известный мем про британских ученых, он не просто так появился. Это действительно именно вот из-за вот этого искажающего фактора. Поэтому я постараюсь сегодня показать, как пользоваться вот этим инструментом. Новости – это действительно вещь замечательная, прекрасная и изумительная, да, но нужно понимать, что это инструмент для определенного влияния, для того, чтобы, например, зарабатывать в том числе средства массовой информации, для того, чтобы продвигать определенные повестки, вопросы и прочее, прочее. И вам нужна информационная безопасность. Ну вот как тут не крутись? У нас есть и кибербезопасность, есть там, не знаю, какая-то финансовая безопасность, вот медицинская безопасность в том числе. Это основы, я сразу скажу, то есть я только дам некоторые наметки, поскольку время ограничено, и пару примеров покажу, как этим делом пользоваться на практике. Итак, ради интереса я подобрал специально парные новости, чтобы показать, как и Владимир Георгиевич об этом рассказывал, что далеко не всегда даже журналисты врут. Дело в том, что вот эти парные новости, кофе улучшает память, кофе затрудняет запоминание. Далее, кофе предупреждает развитие сахарного диабета, кофе провоцирует развитие сахарного диабета. И мое любимое, три чашки кофе в день серьезно уменьшают размер женской груди, либо три чашки кофе в день значительно снижают риск развития болезни Альцгеймера. То есть придется выбирать. И получается, что это не вранье. Журналисты абсолютно честно описывают те самые исследования, которые есть в журналах. И да, действительно, в большей степени виноваты ученые, которые не рассматривали какие-то альтернативные гипотезы. То есть вопрос о качестве исследования. То, что мы освещаем в средствах массовой информации, не обязательно качественное исследование. Но это важно. И вот эти парные случаи, это все с одного медицинского сайта. И, как вы видите, можно было бы сказать, что доверяете вот этому сайту. Но на нем, как видите, противоречивая информация. И чтобы разобраться, что на самом деле, как тот же кофе влияет на память, нам придется копать внутрь, вглубь, выяснять, о чем конкретно писали ученые, что они имели в виду и не переврали ли их на вот этом длинном пути. Потому что, на самом деле, смотрите, как обычно бывает с такими новостями. Новость появляется в научном журнале. Пусть в медицинском, да. Это редко кто читает. На самом деле, таких людей, которые мониторят журналы, очень мало. Тяще бывает, что следующее звено – это пресс-служба университета. Они уже немножко упрощают для того, чтобы скормить, скажем так, это заинтересованным аудиторией. Дальше это берут средства массовой информации, ну такие, более-менее специализированные, и которые в этом разбираются. Они пишут уже свой вариант. Дальше это берут то, что называется общепароходские СМИ, те, которые пишут обо всем абсолютном. И дальше переводят уже с английского на 6 СМИ. Сначала крупные, потом помельче. И вот там где-нибудь в самом конце вот этой цепочки может оказаться такая жуть, что ученые даже не подозревали, что они такое нашли. На самом деле, конечно, с проверкой фактов сложно. И, да, действительно, на эту тему прям ведутся специальные работы. Сразу скажу, что я не придумал вот эти критерии проверки. Это Международная федерация библиотечных азоциаций и учреждений. И существует такая. И они уже довольно давно сформулировали правильные подходы к работе с новостями. Итак, вы видите, что, например, такое-то, не знаю, там, растение, если его есть, оно будет продлевать жизнь на 150 лет еще. Давайте разбираться с этой новостью. То есть прежде всего мы изучаем, откуда это взято. Источник. Самое главное. Источник – это важнейшая вещь. Если, например, на сайте этой самой новости видно рассказы про пришельцев, про плоскую землю, еще про что-нибудь, мы понимаем, что это, мягко говоря, не совсем то, что нам могло бы подойти. Далее, если это какой-нибудь неспециализированный сайт, например, новостной, на котором абсолютно все новости. Да, конечно, бывают такие специальные научные редакции, скажем, в составе каких-нибудь крупных и информационных агентств и прочего, но это все-таки довольно редкое явление. Чаще всего нам нужно будет смотреть это на специализированных сайтах, которые либо пишут о науке, либо даже еще было бы лучше о медицинской науке. Но их можно просто по пальцам одной руки пересчитать, у нас их мало. Итак, мы изучаем источник новости. Если сайт более-менее заслуживает доверия, если там такие же есть новости, если там мы видим всех, скажем так, людей, то мы читаем эту новость полностью. Это важно. Дело в том, что когда мы говорим, например, о статье журнальной, зачастую это бывает так, абстракт, то есть вытяжка, строго говоря, и дальше фулл текст, то есть целиком, полностью все. Материалы, методы, обсуждения, вот это вот все. Вот вторую часть практически никто не читает. Даже самые лучшие новостники чаще всего ограничиваются абстрактом. Вот это неправильно. Нельзя. Есть в исследовательских группах люди, которые специально пишут абстракт. Они умеют писать, у них язык подвешен правильно, именно письменный. Поэтому статью надо всегда читать целиком. Там могут быть такие нюансы, которые в абстракт не попали, или попали немножко неправильно, или еще как-нибудь в этом роде. И самое главное в каждой статье научной, это раздел обсуждения, где авторы каются в своих грехах и говорят, что, например, вот мы вот это не учли, мы вот это не посчитали, есть вот такая альтернативная гипотеза, есть вот такое мнение и прочее, прочее. То есть да, нам в любом случае новость нужно прочитать полностью. Учитывая, что бывает очень сильно кликабельный заголовок. И то, что потом дальше в глубине этой самой новости, оно не всегда соответствует содержанию. Автор. Тоже важная вещь. У новости должен быть автор. Тем более у научной новости. Если она анонимна, ну мы так к ней относимся, знаете, весьма настороженно. А если есть автор, мы начинаем его изучать. О чем он пишет? Есть ли он вообще в интернете? Есть ли у него свой блог? Есть ли у него там еще что-то в этом роде? В социальных сетях представлен ли он и прочее? И какие его интересы? И занимается ли он, например, тем, о чем пишет? Если я начну рассказывать то, о чем рассказывал Владимир Георгиевич, да, то меня, в общем, слушать, скорее всего, не надо будет. Строго говоря, как и наоборот. То есть нужно убедиться, что да, действительно, есть автор, и он разбирается в том, что пишет. Следующая вещь. Ссылки. А вот это огромная головная боль. Потому что зачастую бывает такое зацикливание информации. То есть один сайт сослался на другой, другой пишет, что вот как написало такое-то СМИ, потом вот так вот это все замыкается, и концов не найти. Зачастую получается так, что, чтобы откопать первоисточник, ну, хотя бы пресс-релиз, не говоря уже в научной статье, приходится выполнять отдельный поиск. Поэтому, да, в обязательном порядке нужно посмотреть, есть ли там ссылки, которые ведут напрямую на исследование. Вот если есть такие ссылки, это значит, скорее всего, источник будет более-менее надежный. Это означает, что как минимум они хотя бы сходили по этой ссылке, проверили ее работоспособность, ну, и, может быть, даже почитали, что там написано. Если ссылок нет, проходим мимо. То же самое. Далее. Еще одна важная вещь. Это, конечно же, дата выпуска. Надо сказать, что когда мне приходилось работать в средствах массовой информации, в медицинском приложении Лента.ру, я там был главным редактором, и, в том числе, мы пытались вытащить из болота журнал здоровья в свое время. Тоже не получилось. Он предпочел там остаться. Ну, как бы, ладно, его выбор. Но важная вещь. На сайтах, на некоторых сайтах, ну, скажем так, почти практически на всех, движки позволяют делать апдейты и указывать дату апдейта. То есть, например, новость выпущена, мы указываем, 28, предположим, июня, и следующее, обновление, 30 июня или там 10 августа, или еще что-то в этом роде. То есть, по мере поступления какой-то новой информации, что-то изменялось и прочее, прочее. Это тоже важная вещь, потому что если это есть, и указывается апдейт, и есть история правок, то это просто замечательно. Это как раз то, что мы говорим в смысле правильной подачи информации. Следующий шаг. Панорама. Как вы знаете, есть у нас такое информационное агентство. А вообще, зарубежная вот эта вот мода на фейковые новости, это не совсем фейк. Иногда это бывает сатира. То есть, вот в чистом виде сатира люди специально предупреждают, что, ребята, это шуточное издание. Мы здесь просто как бы иронизируем над миром. Но, если вы когда-нибудь слышали, что Рокфеллеру пересадили, шестой раз в сердце, на это попадалось РИА Новости, на это попадались еще там многие наши средства. Это оттуда, это из шуточных сайтов. И самое важное, что это всегда указано. Вот наша знаменитая панорама, которой теперь почти нечего писать, реальность оказывается гораздо круче, то у нее прямо специально написано, что это сатирическое издание. То же самое касается остальных. Поэтому важно в мире несколько десятков таких сайтов. На Википедии есть прям перечень шуточных сайтов. Ну и самое главное, экспертная оценка. То есть, если вы эту новость разобрать не можете, не хватает у вас ваших знаний, значит, нужно обращаться к проверенным экспертам. Ну, средства массовой информации попроще и журналистам, потому что у нас есть пул экспертов, которых мы можем спросить. Мы можем уточнить, а вот это возможно, или вот это проводится, а есть ли вообще такая группа. И на самом деле современные цифровые технологии, они великолепны. Потому что мы на сегодня можем напрямую связаться с исследовательской группой. Ну, мало того, что в атрибутах статьи обычно указывается автор для связи, он помечен таким конвертиком, у него есть адрес, туда можно писать, спрашивать. Но, кроме того, существуют социальные сети и для исследователей, и, скажем, для научных журналистов. ResearchGate, есть такая сеть, меня только долго не пускали, приходилось показывать все, так сказать, свои публикации, редакционные удостоверения, дипломы и прочее, прочее. Но когда я туда в итоге попал, стало намного проще. Потому что ты видишь публикацию, которая там появляется, и ты можешь напрямую в чате спросить у любого из исследователей, который там представлен, а что вы имели в виду. То есть не интерпретировать, не придумывать, а спросить у авторов, что они имели в виду. Они иногда присылают какие-то дополнительные вещи, что-то разъясняют, уточняют, и ты получаешь правильную картину. То есть ты не искажаешь новости. Такой набор экспертов, в общем, рекомендован для большинства людей, лучше его иметь. Ну, давайте теперь посмотрим, как это работает на практике. Например, в последнее время вот эта вот новость, она прям затмила все. Что интересно, ее выпустили перед заседанием Чрезвычайного комитета ВОЗ. И, пожалуйста, сразу ВОЗ объявил пандемию во всем мире и прочее, прочее, все плохо. Но вот опять же, смотрите, если мы смотрим на заголовок и хотя бы на подзаголовок, то там уже мелькает другая совершенно вещь. Там почему-то Всемирная сеть здравоохранения уже не ВОЗ, а какая-то другая организация. Но для большинства людей это, в общем, вещи взаимозаменяемые. То есть да, все плохо, да, действительно, это ВОЗ и прочее, прочее. Но на самом деле нет, потому что если мы пойдем на сайт этой самой Всемирной сети здравоохранения, то выясним, что это общественная организация. Да, вот это заявление. Да, что мы объявляем. Ну, а кто мы? Начинаем выяснять. То есть мы читаем, что на этом сайте написано. И вот, пожалуйста, здесь Google перевод, так что не обращайте внимания, что это просто независимые эксперты, от которых уже ничего не зависит, их нигде в мире не слушают и прочее, прочее. Они поэтому объединились в такую сеть и вот начинают пытаться хайповать, что называется, на современном языке. Они как раз специально перед этим заседанием ВОЗ выстрелили, что называется, чтобы обратить на себя внимание. А специальная группа ВОЗ, они даже чрезвычайной ситуации это не признали. По крайней мере, пока что. На сегодняшний момент. Но это проверяется быстро. Мы посмотрели, чье заявление, мы нашли их сайт, мы убедились, что они занимаются вот таким вот активизмом, что называется. Не более того. То есть никаких научных исходных данных, никаких анализов, ничего здесь нет. Просто вот мы посчитали, что здесь слишком много случаев этой самой ОСПы. Значит, это пандемия. Нет, не значит. Дело в том, что пандемия – это очень особая вещь. Это, скажем так, понятие, термин, состояние, у которого есть критериальная база. И которая объявляется только Всемирная организация здравоохранения и на самом деле не влечет за собой никаких юридических последствий. То есть пандемия – это просто констатация некого факта, некого состояния, не более того. Но это только в прерогативе ВОЗ более никого. Сложнее. В журнале «Эксперт» в прошлом году была опубликована статья, где, значит, рассказывали, что все плохо. Прививки убивают. Вот эти вот спасенные жизни, которые посчитали сейчас, это как бы нет, их нету. А вот зато там сотни тысяч миллионов умерших. Именно от прививки. От осложнений, от всего остального. И здесь, в том числе, приводится мнение эксперта. Причем эксперт не просто так, он профессор, председатель Московского научного общества терапевта. То есть для человека, который не в курсе, что конкретно это за человек и что он конкретно рассказывает, это может быть вполне себе нормальной отсылкой. Да, действительно, эксперт. Читал отчет аргентинцев по прививкам спутникам. 75 тысячам привитых потребовалась госпитализация. У них лихорадка, головные боли, боли в мышцах, и они выражены, раз требуется госпитализация. Я не припомню таких вакцин, после которых требовались быть тысячи госпитализаций. Я тоже не припомню. И на самом деле, если мы, опять же, здесь нет, смотрите, нет ссылки на этот самый отчет. Хотя, по идее, группа эксперта, да, это же все-таки журнал, да, эксперт и онлайн-журнал, то есть вот сюда бы, нужно было бы поставить гиперссылку, отчет, потому что нам придется его искать отдельно. И да, действительно, мы его найдем, но он на испанском еще. То есть это еще и попробуй переведи, да. Ну, хорошо, у меня есть люди, которых я могу попросить это сделать. И да, действительно, выясняется, что там есть информация о госпитализированных. И давайте мы посмотрим, как она выглядит. Довольно просто. Анализ такого-то числа уведомлений показал, что около 2% были сочтены тяжелыми, и только 0,3% из этого относились непосредственно к последствиям вакцинации. И вот эти тяжелые формы, они относились к случаям, которые требовали госпитализации. То есть госпитализированных у нас будет гораздо меньше, в принципе. И опять же, у нас есть критериальная база. То есть мы можем на определенные критерии опираясь сказать, требует случай госпитализации или нет. И вот у нас эта самая таблица, что считается тяжелым и что считается нетяжелым. Для спутника V этот коэффициент был 0,66 на 100 тысяч примененных доз. Теперь простая арифметика, даже не алгебра или ничего с чего-нибудь. То есть самый обычный подсчет. И в итоге что у нас получается? 75,035. То есть не 75 тысяч, а 75 человек. Целиком было госпитализировано после спутника по данным этого отчета. Получается, что всего-навсего в тысячу раз эксперт переврал. Вот казалось бы, что мешало редакции сходить на этот самый отчет и вот эти действия простейшие выполнить. Ничего не мешало. Но хайп, крики, так сказать, все остальное. И плюс нужно понимать, что, например, означенный эксперт регулярно был на круглых столах Марии Шубшиной, например, и рассказывал еще более страшные и ужасные вещи, не существующие, те, которые в природе не существуют. Так что да, действительно, есть всякие разные аспекты. И когда, например, говорят, что вот эта публикация есть в Пабмеде, все, то есть это вот прям железобетонно, вот что вы скажете на это в Пабмеде есть? Ну, я скажу, что это просто каталог. То есть это по способу организации, это мусорка, помойка такая своеобразная, куда вообще любые публикации на медико-биологическую тему сложены. Здесь не проверяется качество исследования. Главное, чтобы журнал был зарегистрирован в этой системе и из него публикации автоматически попадают в этот самый Пабмед. Поэтому, да, я, конечно, понимаю, что есть секта свидетелей Пабмеда, но от этого как-то не сильно легче. Нам нужно в обязательном порядке читать это исследование, изучать его качество, смотреть, о чем оно вообще и прочее, прочее. А это сложно. И, как я и сказал, да, у нас есть абстракты, а есть фулл-тексты. Абстракты всегда очень красивые, а фулл-тексты, как вы понимаете, немножко другие. Они предназначены для разных целей. На абстракты как бы ученые заманивают журналистов, а в фулл-тексте уже рассказывают специалистам, как оно на самом деле было. Где брать вот обычным людям информацию? Ну, я понимаю, что мне придется лезть в Пабмед, брать Кайло и там довольно глубоко бурить. А обычным людям как сориентироваться? Ну, один из вариантов – это кокраиновское сотрудничество. Оно есть на русском языке в том числе, потому что у нас есть кокраиновское сотрудничество здесь, в нашей стране. Что это такое? Это группа экспертов, которые во всем мире работают по определенной методике, проводят систематический анализ, вернее, систематический обзор и мета-анализ. Есть утвержденная, полная, так сказать, международная методика. Они берут какой-нибудь узкий вопрос. Ну, например, помогает ли витамин С для профилактики гриппа? Или там, не знаю, какие-нибудь мази согревающие при болях в пояснице, что-то в этом роде. И вот на этот вопрос они собирают всеумеющуюся на сегодня научную информацию. Там они ее сортируют, проверяют качество. Вот здесь они как раз этим занимаются. Поэтому на кокраиновские обзоры можно ориентироваться. Но важно понимать, что они четких ответов давать не будут. Как будет выглядеть классический обзор? Что вот по такому-то вопросу, например, доказательство среднего качества, по такому-то вопросу низкого, а по такому-то так мало работ, что мы даже ничего сказать толком не можем. Все, вот так это будет выглядеть. Будет ли это руководством действия? Нет. Это просто вам понять, как выглядят ситуации по тому или иному направлению. А где есть руководство к действию? Пожалуйста, клинические руководства или клинические рекомендации. Да, действительно, это вещь, где уже не только проанализирована литература, но она и ранжирована еще при этом. То есть как выглядит, опять же, классическое руководство именно медицинское. У нас есть, например, сахарный диабет у беременных. И мы начинаем, что вот у нас есть такой подход, по нему уровень доказательности, скажем, А. Это означает, что были рандомизированные клинические исследования, повторяющиеся и прочее, прочее, прочее. И это метод как бы у нас первый. Мы его выбираем первым. Но если вдруг он не сработал, а у нас есть поменьше, скажем, уровня Б. Есть С, есть Д. Да, это вообще, когда уже больше ничего не помогает, да, и вот, ну, хоть что-нибудь, давайте попробуем. И медики так и работают на самом деле. Мы сначала берем первый подход с максимально доказательным уровнем. Не сработал. Бывает. Откатываемся назад. Хорошо, у нас есть следующий подход. Следующий, следующий. То есть всегда есть такая эшелонированная оборона в медицине. Мы отступаем последовательно. И вот этот план отступления расписан в клинических руководствах. В нашей стране тоже они есть. Они находятся на сайте Минздрава. Но там важная вещь. У нас, к сожалению, очень сильно влияет вот это фармлобби местное в основном. И там все еще вот это влияние именно на клиническую часть, оно выражено. Поэтому лучше всего смотреть как. Мы берем наше отечественное руководство и читаем. Например, основано на таком-то европейском руководстве. Ага, все берем. Нормально. Все хорошо. А если вдруг там никаких вот таких слов нет, ну, наверное, это что-то наше местное. И, наверное, этим лучше не пользоваться. Из наших отечественных руководств, что я мог бы порекомендовать, скажем, Российский союз педиатров, ОРВИ и грипп у детей. Великолепное руководство, написанное вот просто с точки зрения науки как надо. И там даже такие страшные слова есть, что иммуномодуляторы не помогают. Вот. Это удивительно для наших руководств, но тем не менее они там есть. Далее. Сайты. Оказывается, существует маркировка сайтов с более-менее достоверной информацией по здоровью и медицине. Это вот такой вот кодик, да, такой вот маленький кодик. H-O-N. То есть здоровье в сети. Health on the net. Это швейцарский фонд, который в самом начале, скажем так, интернетов решил, что давайте-ка мы введем систему сертификации. Почему? Просто потому, что информация о здоровье, она критически важна. Вот если вы прочитаете, что американцы не были на Луне, вам от этого ничего не будет. Ровным счетом. А вот если вы прочитаете, что прививки убивают, и вы не пойдете на прививку, да, вот здесь, возможно, последствия самые разнообразные. Поэтому вот так выглядит, например, пожалуйста. Вот он. Но это еще не все. Дело в том, что некоторые люди раскусили этот фокус. И, например, в наших интернетах мне приходилось один из рабочих проектов через это дело прогонять. Девять месяцев переписки. Это было действительно очень сложно. Там есть критерии определенные, и сайт должен вот буква в букву им соответствовать. Скажем, если у вас есть реклама, вы обязаны ее отделять рамкой от основного содержимого, маркировать явно, что это реклама. И там должны быть авторы проверяемые с фотографией, с должностью и прочими вещами, да, со ссылками, чтобы вы могли им написать и прочее, прочее. То есть там огромный перечень. И это ежегодный сертификат. Ежегодный. То есть если мы, например, по нему кликнем, то мы выйдем вот на такой вот для patient info. Кстати, рекомендую. Очень хороший англоязычный сайт. Если мы на него кликнем, мы попадем вот на такую страничку. Здесь указано, что все в порядке, он работает, все прекрасно. Но некоторые люди делают его, например, просто некликабельным. И не проходят повторные проверки. И говорят, вот, смотрите, у нас сертификат висит. А на самом деле нет. Так что, да, это ориентир, но на него тоже нужно ориентироваться по-своему. На русском языке что у нас есть? Великолепный проект Medatch.pro. Его ведут ординаторы, интерны, ну, то есть люди с медицинским образованием. И в основном такие, знаете, с горящими глазами. Такие люди еще бывают к огромному для нас счастью. И здесь огромное количество именно медицинской информации. Здесь переводы и обзоров, и всего остального, и свои собственные статьи. Да, действительно, он не сильно большой, не самый известный, но по медицине один из лучших, пожалуй. Если брать пошире, то есть уже медико-биологические науки, то это Биомолекула. Великолепный сайт, прекрасный. Да, они регулярно проводят различные конкурсы, у них есть спецпроекты, всякие прочие-прочие. Гигантская масса авторов. И да, действительно, и редакция работает, скажем так, как положено, такая зубастая, хорошая. Так что, да, можно ориентироваться. Ну и, например, по коронавирусу. Он все еще для нас актуален, никуда не делся. Например, в ВКонтакте есть вот такой вот вроде бы простенький проект. В разделе конспекта Юджина, то есть есть такой раздел, он посвящен именно коронавирусу. И ведется он уже два с лишним года. В его наполнении в том числе и я участвовал довольно активно, и еще другие люди в том числе. Там есть и переводы, есть видео, есть таблицы, инфографика и прочее-прочее-прочее. И самое главное, да, что несколько экспертов проверяли ссылки. Не то, что один человек вот просто увидел, взял и, ага, хорошо, пусть так будет. Нет. Это проверяется сама ссылка изначально, затем делается ее адаптация, перевод, прочее. Потом он тоже проверяется, и потом это вывешивается, и потом еще редактируется по мере появления какой-то новой информации. Ну, в общем, да. Вот все остальное – это уже сложности. Это как раз профессиональная работа с информацией. А обычному человеку, чтобы не сойти с ума от министерских новостей, я так надеюсь, вот этого набора, в принципе, хватит. Что еще почитать как раз на эту тему? Великолепная книга Владимира Соловьева «Статистика и котики». На котиках как раз показаны все понятия, что чем среднее отличается от медианы, да, как там отношение рисков, что такое, и прочие-прочие вещи. Вот она все там. «Смерть экспертизы» – еще великолепная книга, которая нам объясняет, почему теперь Маша из ВКонтакте. Она примерно одинакова по весу, например, с Владимиром Сурдиным, хотя он как бы немножечко выше по знаниям, скажем так, мягко. И книга Петра Талантова «005. О доказательной медицине». Как раз, что это такое за зверь, потому что даже некоторые коллеги не в курсе, которые вроде бы как ее пытаются придерживаться, но они не знают, что это за вещь, как ею пользоваться, как ориентироваться и прочее-прочее. Вот здесь очень хорошо, это все подробно расписано впервые на русском языке. Раньше были только учебники, довольно-таки тяжеловесные. На этом спасибо за внимание. У меня есть телеграм-канал, куда можно приходить, в том числе и с вопросами медицинскими. Спасибо. Отлично, спасибо. А можно я свяжу предыдущий доклад и ваш? Задам такой вопрос. Распространены ли в медицине и биологии фейки на основе ложных рисунков? Да, конечно. Фотографии, рисунков и так далее. Безусловно, очень много. К сожалению, к огромному, фотошоп – это величайшее достижение человечества, на мой взгляд, да, потому что мы действительно смогли увидеть то, чего раньше не могли увидеть, но в том числе и по тем причинам, что этого раньше просто не было вообще. Это созданные вещи некое, первое. Второе. Например, у вас есть исследовательская группа. Вы лет 10 занимаетесь какой-то темой. Вы разгоняете, скажем, на вестернблоте, на геле, вот на этом вот белке. И вы уже вот настолько близки к подтверждению той гипотезы, которая у вас была изначально, ну вот гидрогель мешает. То есть результаты, ну чуть-чуть, чуть-чуть, надо вот чуть-чуть их подделать. И в результате что у нас? Получается, что скан делается этого самого гидрогелевого разгона, потом он чуть-чуть правится в фотошопе и выдается за истинность. Это очень распространено, то есть настолько распространено, что даже я просто, когда занимался мониторингом новостей, я несколько раз просто видел, я вижу публикации, причем в журнале, скажем, издательской группы Cell, то есть это просто, я не знаю, что круче, не могу придумать. И там натурально, да, фотошоп. То есть ты четко видишь, что откуда взяли, ну потому что ты знаешь, как это работает и как это можно сделать. Несколько раз мне приходилось писать их научному редактору в этот журнал и говорить, ребята, тут что-то не так. И потом, да, приходили письма от исследовательской группы с извинениями, что, ой, ну это технишин был, он там что-то перепутал, не те картинки подложил и прочее, прочее. Называется, не прокатило. Но такого очень много. И даже в исследованиях я уж не говорю какие-нибудь фейковые новости. Так, какие у нас вопросы из зала? Константин Костюк. Ну да, размах проблемы растет с каждым годом, и вот не только в медицине. Вот в отношении школы уже тоже всем ясно, и все время говорят, что вот интернет, а нужны проверенные какие-то там сегменты интернета, знания. Вот судя по вашему, это аналитики с каждой новостью, невозможно, много нужно работать. Даже в такой вот востребованной зоне, как здоровье, это тоже, ну не очень проходит, судя по тому, что мы не знаем вот эти вот проверяющие службы и сайты. А вообще, вы считаете, реализуема такая идея, проверенный интернет для школы и вообще для образования? Я думаю, нет, это нереализуемо. Дело в том, что мы упираемся в человеческий фактор, а люди могут ошибаться. И поэтому у нас не получится сделать некий загонтик, в котором будет все вот прям как положено. Я бы предложил начать с исправления ошибок в учебниках по биологии школьных, потому что эта проблема гигантская, невероятная. То есть у меня супруга преподаватель биологии в школе как раз, и с этим приходилось сталкиваться неоднократно. И мы общались, например, с пасечником, переходилось пересекаться, и мы им показывали просто эти фрагменты, где наглая ложь, что называется. Например, что витамины могут быть ферментами. Это как? Это даже близко не так, потому что ферменты, мягко говоря, белки. Витамины, опять же, мягко говоря, совсем не белки. И прочие вещи. То есть вот такого очень много. И это я еще не говорю о ЕГЭ. Потому что те критерии оценки, скажем так, опять же, супруга, когда ездит проверять работу, она потом возвращается и плюется очень сильно. Потому что она говорит, ну смотри, вот ты мне рассказываешь, да, я знаю про эти исследования, что они есть. Они говорят вот так-то. А здесь на ЕГЭ мы вынуждены детям занижать баллы, когда они то же самое говорят. Они говорят правильно. Но их знание не соответствует скритериальной базе. Ее нужно подгонять под реальность, а не наоборот. Я думаю, что если бы мы сейчас заговорили о лженауке в обучении, то сейчас просто разверзлась бы здесь бездна, к сожалению. Да, это отдельное рассмотрение должно быть. Прошу. Дмитрий Кричман, гиперметод. Спасибо большое за выступление, с большим интересом прослушал. У меня не совсем медицинский вопрос, но, возможно, с такими последствиями медицинскими. Скажите, я на сайте у себя, в корпоративном, раз в год публикую 1 апреля неправдивую новость. Меня привлекут? Нет. Если вы ее пометили определенным образом. Я написал 1 апреля. Это не важно. Важна не дата, а важна некая пометка. Смотрите, как обычно делают люди, которые профессионально этим делом занимаются. Они делают новость 1 апреля, но в ней стоит какая-то метка. И потом, постфактум, рассказывается, что, ребята, все новости, которые были вот с такой меткой, например, она может быть графическая, она может быть еще какой-нибудь. Вы уже потом говорите, что это была шутка. Вот все новости, которые от этого числа были другие, они нормальные, а вот с меткой они шутливые. То есть мы ее маркируем. То есть 2 апреля я публикую следующую новость про метки. И хорошо, что это не 1 апреля. Да, да. Спасибо. 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 Спасибо.